Одними из заказчиков, с которыми достаточно часто работаем, это не представлено в данном слайде, это что касается российских заказчиков. Также в Fiverr есть достаточно богатые референс-листы по работе за рубежом и также в компании, сотрудничество с компанией UDA, всего-чего они уже не раз вышли. Далее перейдем к компании Kerasystem, это как раз керамическая арматура. Компания также немецкая, основа у нас была в 1992 году, на слайде представлены основной модельный ряд оборудования Kerasystem, то есть это они делают трубы, различные виды переходников, делают керамические шаровые краны с керамическими вставками, керамические шиберные задвижки, у которых регулирующий орган тоже изготавливается из керамики. Также у них есть специальное исполнение оборудования на вскипание, то есть на данном слайде представлены шаровые краны, с расширением полости на выходе и также на слайде не совсем хорошо видно, что здесь находится перфорированная пластина на выходе, чтобы как раз выступал это как сайленсер или шумогаситель. Что касается данных по клапанам, максимальный размер шара до 250, а класс давления опционально до PN100. Диапазон температуры опционально до 950 градусов. Класс герметичности они подтверждают 4, 5, 6, в основном это по оси, и присоединение под привод делается у них по стандартам 40, 52, 11. Типы исполнения шаровых кранов, также вкратце, прибежимся по ним. Первый тип это стандартное исполнение шарового крана, то есть здесь представлены. Красным цветом изображен сам шар, зеленым цветом изображены и керамические вставки, то есть это усиление внутренней части шарового крана. В основном он применяется на тех позициях, где основной износ идет как раз на плунжерной паре, износ шара и плотнительной поверхности, к которому как раз прилегает шар. Второе исполнение оно более дорогостоящее, то есть они делают светлоделенным цветом, представленным здесь, дополнительные керамические вставки, то есть они делаются на входе шарового крана, на выходе. Также и в верхней части, где как раз идет вал, и нижняя часть шарового крана на более жесткие условия. Также, как одна из стандартных конструкций, это подпружиненное седло. Третье исполнение у нас является еще на более жесткие условия, то есть, как видим, здесь отличается размер упрочненной поверхности сверху и снизу шарового крана. И также хочу обратить внимание на следующий момент, если у нас среда идет с механическими примесями, то известно, что бывает, рабочая среда застаивается в полости между шаром, если, например, шар закроется, то между нижней, верхней частью шара и полостью, в которой находится регулирующий орган, будет застаиваться рабочая среда. Керосистема изготовили такую конструкцию, что изначально они запрашивают у заказчика размер механических примесей и далее делают это расстояние между шаром и нижней частью корпуса таким, что это расстояние равно не более трех диаметров, чем диаметр механических примесей. Таким образом, получается, что в следующий раз, когда шары в экране будут открываться, то среда будет автоматически вымываться целиком. Все механические примеси, которые тут осели, то эта полость будет от них освобождена. Далее чуть-чуть более сложное исполнение рассмотрим. Первый слайд у нас используется, это специсполнение подпружиненного седла, как раз, и вот в данных местах, где шар соприкасается с седлом, идет защита пружин, сколько шар подпружинен, то есть специальное исполнение Кера. На втором слайде представлено исполнение шарового крана для вязких сред. Сейчас объясним. И также заметьте, что на выходе седло отсутствует. То есть рассмотрим ситуацию, если у нас, например, достаточно вязкая среда, и шаровый кран будет закрыт. Тогда спустя какое-то время необходимо будет повернуть шар, если у нас среда достаточно вязкая и достаточно сложно будет повернуть этот шар, поэтому седло здесь отсутствует, там находится только спея. Но это именно исполнение для вязких сред. То есть в основном Пайпер использует только в этом случае данную конструкцию. И на последнем чертеже закружено самое сложное исполнение и самое дорогостоящее. У Кера это шаровый кран, уже на ЦАП идет. Ну, здесь тоже на предыдущем слайде было ЦАП. То есть шар в опорах, подпружиненный с обеих сторон. Самое дорогостоящее исполнение на самые русские условия. Есть также различные варианты уплотнения валов, все двообразные прокладки. То есть если рассмотрим три конструкции валов, представлено три различных уплотнения. Также они используют графитовое уплотнение. И на четвертой картинке изображено исполнение в соответствии с требованиями ТАЛЮД. Если есть требования того, чтобы рабочая среда не выходила, не просачивалась наружу, то есть в то место, где установлен сам кран, то у Кера-систем есть также исполнение ТАЛЮД. Что касается регулирующего органа, они могут сделать различные виды характеристики. Задают они характеристику как раз формы регулирующего органа. Они могут сделать как полнопроходной шар. То есть отверстие будет совпадать с диаметром трубопровода, на котором установлен данный клапан. Либо они могут сделать специальную характеристику. Это будет либо такой треугольной формы, более узкой, более широкой формы. Они это выбирают, тоже инженеры Кера-систем, специально под каждый случай, для того, чтобы избежать излишнего износа регулирующих органов. Поэтому они, в принципе, это заказчику, там может быть озвучен код, минимальный, максимальный, потому что регулирующие шаровые краны по стандарту работают в определенном диапазоне, на лучшем образе, в определенном диапазоне хода. Ну и также, в зависимости от характеристики, Кера-систем изготавливает шар такой формы и такой мехобработки, чтобы ход был также оптимальный. Шиберные задвижки. Представлена здесь краткая информация, диаметр ДОТН-100, условное давление в класс 150, инфрациональное, в принципе, 160. Температура 310 градусов, опционально есть в исполнении на высокой температурах, high-tempera 440 градусов. Класс герметичности изготавливают, вплоть до 6. Также Акер изготавливает фасонные части трубровод, то есть различные тройники, переходы, ответвления. Все это также основывается на требованиях заказчиках, в зависимости от того, какая часть трубопровода необходима, Кера может ее изготовить. Также с фатуровкой. Одна из продукций Кера-систем также, это шланг Кера-флекс. Внутри также он полностью из керамики. Здесь представлены диаметры, радиус изгиба, который мотор может готовить. Сверху он покрыт двумя типами резины, представлены исполнение арматуры Самсон. Данный завод, то есть это один из вариантов, это пневматические клапаны 3251, серия классно-исполненых тысячи уан-си, диаметр 2-дюра. Материал корпуса Туплекс, материал лонжера Сафорекс, с приводом 1400 квадратных сантиметров, площадью давление 182 на входе, на выходе 79,5, при температуре 40 градусов. Также угловые клапаны, 2 дюйма, платы 3,5 тысячи, также материал корпуса Туплекс, материал лонжера Сафорекс. Клапаны 3241, также с приводом 3277, это все оборудование. Это производство Самсон, материал корпуса Туплекс, лонжерная пара Сафорекс, пневматический клапан 4 дюйма, платы из полной тысячи, тоже из специальных материалов. Здесь также представлена данная позиция с двойным приводом, так называемый тандем. Здесь два привода, каждый из них с площадью меморадной 2800 миллиметров, то есть суммарно получается квадратных сантиметров, прошу прощения, получается суммарно 5600 квадратных сантиметров на давление 108 бар, на входе на выходе 70 бар, температура 325 градусов. Ну так же все это изготовлено, спецматериал. Дальше здесь представлены карбамидные клапаны, Самсон АГ также занимается очень плотной химией, вообще химическая промышленность достаточно мощная у Самсон АГ. И карбамидных клапанов, вот здесь представлены клапаны, 3256, 6 дюймов, тоже кладки из полной тысячи, материал корпуса, туплекс, материал плунжера Сафорекс, приводом площадью 2800 квадратных сантиметров. Сафорекс, пару слов про него тоже скажу, это материал Супер Дуплекс, изготовлен он компанией Сандвик, шведской, совместно со Стами Карбон. Стами Карбон это лицензиар, который как раз занимается отобрением. У него есть как раз разрешение на цену и производство этих всех специальных материалов на карбамидные клапаны и на различные минеральные удобрения, также на опасные производства. И такой материал также для того, чтобы производитель изготавливал оборудование из такого материала, необходимо получать специальное разрешение компании Стами Карбон. И у компании собственно такое разрешение есть, и вот они делают поставки с телефоном с спецматериалом на такие сложные производства. И также хотелось бы отметить компанию Ringovarius. Уже была поставка карбамидных клапанов, здесь представлен чертеж. Такие поставки у них были, вот здесь видно на чертеже списка материалов, то есть здесь корпус, диск, верхняя вставка, клетка, то есть на данном чертеже представлен клеточный сидельный регулирующий клапан, это достаточно сложное исполнение, корпус, клапан, внутри него находится такой-то перфорированный картридж, называемая клетка, внутри нее представлен плунжер, он является также разгрузочным, плунжер с отверстием, для того, чтобы давление на ходе упадала также верхнюю часть, для того, чтобы ставить привод, приводы меньшего размера, все эти детали изготовлены из материала сифорекс, ну, также вот здесь сидельное кольцо, в принципе, на этом презентация заканчивается, все здесь какие-то вопросы готовы ответить. Субтитры создавал DimaTorzok